6 июня в Минске стартовала 28-я международная специализированная выставка ТИБА-2022. Организаторами форума выступают Министерство связи, информатизация Беларуси и закрытое акционерное общество техника и коммуникации. Конгресс представляет собой уникальную площадку для обмена передовым международным опытом, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов. Мероприятие включает в себя более 80 площадок в области информационно-коммуникационных технологий и промышленности. Казанский федеральный университет в числе участников. В этом году мы были приглашены на эту выставку, в частности как вуз-партнер Беларусского государственного университета, для участия со своими экспонатами, своими направлениями и разработками, для поиска как совместного индустриальных партнеров совместно с БГУ, так и отдельно на важные связи с другими достаточно крупными университетами Республики Беларусь и индустриальными партнерами в различных областях. В ходе программы мероприятия представлены отечественные и зарубежные эксперты, представители государственных структур и бизнес-сообществ. Специалисты анализируют глобальные тенденции развития информационно-коммуникационных технологий, представляют инновационные разработки в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах деятельности. Казанский федеральный университет представил материалы по всем стратегическим проектам в рамках «Приоритет-2030». Это биомедицинское направление, новая энергетика и нефтегазовая технология, образовательный и IT-блок и другие. На текущий момент эти темы откликнулись большому количеству интересующихся этими проектами. Это, безусловно, говорит о популярности в предложенных рамках. Нами повезены туда программы, ну прямо реально программное обеспечение в составе экспонатов, которые представлены по направлению цифровая медицина. Это изделия Амальтея по мониторингу состояния персонала безопасности жизнедеятельности, мониторингового состояния, программное обеспечение АЗДИК для улучшения качества работы, УЗИ аппаратов и рентгенографических аппаратов, ну а также ряд других направлений, которые тоже связаны с биомедицинским боком. По результатам этой выставки будут проведены серии переговоров с Белорусским государственным университетом для определения таких ключевых направлений сотрудничества, как изготовление нового спутника в формате КУПСАТ, определение возможного участия в программе «Союзное государство» по технологиям точечного земледелия и робототехники, а также по совместному созданию, использованию и внедрению на производствах точной контролеизмерительной аппаратуры. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.